Говорит Черкесск В студии с блоком новостей Рита Нерова. Здравствуйте. Коротко о некоторых темах. В год своего столетия республика продолжает преобразовываться. В Адгихабльском районе подходит к концу благоустройство парка Ваули-Вакужили. В республиканской столице ревакцинацию от COVID-19 прошли более 9 тысяч человек. Выпускники 11 классов Карачаева-Чехеси получили результаты первых экзаменов основного периода ЕГЭ. И 23 медали завоевали наши спортсмены по итогам второго этапа 11-летней спартакиады учащихся России. Далее подробности. Правительство страны дополнительно выделило 7 миллиардов рублей на поддержку программы сельской ипотеки. Субсидирование ставок по льготной ипотеке в размере 3% на строительство или приобретение жилья в сельской местности продолжится. Об этом сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин. Эти средства пойдут на сохранение льготных условий займов всего по 3%. Половина выделяемой суммы будет направлена на новые кредиты, что позволит примерно еще 17 тысячам семей в сельской местности улучшать жилищные условия по всей стране. Остальное пойдет на обслуживание в третьем квартале этого года более 100 тысяч ранее выданных кредитов. Принятое решение поможет реализовать ряд задач и в первую очередь сохранить низкую ставку по кредиту для тех сельских жителей, кто уже оформил заем. Ну и также дать возможность новым заемщикам взять ипотеку на льготных условиях. Мэр Черкеска Алексей Баскаев провел мониторинг благоустраиваемых в городе объектов. Он осмотрел придомовые территории, где полным ходом идет реконструкция, а также посетил общественные территории, благоустройство которых должно завершиться до конца этого года. В частности, побывал в Центральном парке Черкеска, где сейчас идет укладка тротуарной плитки. Параллельно там планируется ремонт мемориального комплекса «Революционерам» и открытие нового светомузыкального фонтана. Градоначальник акцентировал внимание на том, что работы на всех объектах отвечают стандартам качества и безопасности, и поручил подрядно организации действовать более оперативно, чтобы столетия республики жители и гости Черкеска отпраздновали на обновленной территории. Информацию комментирует начальник отдела капитального строительства и ремонта мэрии города Равиль Тикеев. Ежемесячно руководство мэрии проводит мониторинг строящихся объектов на территории города. Мы провели мониторинг дворовых территорий, благоустройство центрального сквера. Также будет проведен мониторинг территории, прилегающей к Центру молодежного инновационного творчества и к завершающим этапам работы по реконструкции детской музыкальной школы. По результатам мониторинга мэр дал указание ускорения строительных работ, скооперирование между собой подрядных организаций для недопущения замечаний, ошибок при строительстве. В рамках реализации поручения президента страны в регионах разработаны меры поддержки малого и среднего бизнеса. Одной из мер, которой могут воспользоваться предприниматели Карачаева-Чрикесии, является содействие в участии предприятий в международных выставках, где они могут презентовать свою продукцию. Так, при содействии Республиканского центра «Мой бизнес» свою продукцию в 13-м выпуске Международной бизнес-платформы по аутсорсингу в легкой промышленности B2GESA представили 10 производителей из Карачаева-Чрикесии. «Это мероприятие позволяет концентрированно получать именно ту целевую аудиторию, которая нужна нашим предприятиям», рассказал директор центра Артур Изауф. По его словам, после каждой выставки наши предприятия заключают договоры на производство и поставку своей продукции. По отзывам экспонентов, база их клиентов увеличилась на 50-70% после участия в бизнес-платформе B2GESA. В текущем году выставка собрала рекордное количество участников – 166 компаний из России, Армении, Турции, Китая, Кыргызстана, Казахстана, Белоруссии, Узбекистана, Египта, Италии, Индии и Малайзии. В частности, это швейные, трикотажные и обувные предприятия. В год своего столетия Карачаева-Чрикесия продолжает преобразовываться. Так, в Адгихабльском районе подходит к концу благоустройство парка Ваули-Вакужили общей площадью около трех гектаров. Уже уложена тротуарная плитка и резиновое покрытие, установлена игровая площадка. Осталось установить скамейки, сделать монтаж уличного освещения. Кроме того, в течение месяца будет отремонтирован памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны. Всего в юбилейном для Карачаева-Чрикесии 2022 году будет благоустроено 50 дворовых территорий и 13 общественных. Облик наших городов, сел и аулов, несомненно, сказывается на нас самих. Жить, работать и воспитывать детей всегда приятно там, где чувствуется забота, уют и стремление созидать. Ну и, конечно, желание самих жителей сохранять чистоту и порядок там, где они живут, написал в своем телеграм-канале руководитель региона. В республике продолжается вакцинация и ревакцинация жителей региона от новой коронавирусной инфекции. В Черкесске привито 39 906 человек или около 52% от числа горожан, подлежащих вакцинации. Более 14 тысяч вакцинированных граждан – люди старше 60 лет. Ревакцинацию прошли более 9 тысяч человек. Вместе с тем, в республиканской столице продолжается углубленная диспансеризация населения, переболевшего ковидом. По-прежнему в республиканском центре продолжают работу прививочные кабинеты. Сделать вакцинацию можно в Черкесской городской поликлинике и лечебно-реабилитационном центре. Для граждан доступны все отечественные вакцины. В селе Джага Малакарачаевского района продолжается капитальный ремонт сразу двух берега укрепительных сооружений на реке Ишкакон. Восстановление этих дам позволит защитить от воды полторы тысячи человек с их домовладениями и приусадебными участками. Подробности сообщил глава администрации села Рамазан Кубанов. Обратились к главе Карачаева-Черкесской республики Рашиду Бориспиевичу Тимрезову, который нас однозначно поддержал в этом вопросе. Мы очень благодарны ему. И после этого у нас работы пошли. Было сделано огромное количество работ по проектно-смертной документации. Но знающие люди понимают, что это ни одного дня, ни одного месяца работа. В эти дни в Карачаево-Черкесии проходит межведомственная комплексно-оперативно-профилактическая операция МАК-2022. О ее нюансах начальник отделения информации и общественных связей МВД республики Евгения Узденова. Первый этап мероприятия на территории республики стартовал с 13 июня и продлится он до 22 июня. Основной целью антинаркотической операции является выявление и уничтожение дикорастущих и незаконных посевов наркосодержащих растений, задержание лиц, причастных к незаконному распространению наркотиков, пресчению каналов поступления на территорию региона наркотических средств растительного происхождения. В рамках проводимой операции полицейские и их коллеги из других правоохранительных структур региона осуществляют работу по выявлению и перекрытию каналов незаконной транспортировки наркотических средств растительного происхождения, а также проводят мероприятия, направленные на задержание и привлечение к ответственности перевозчиков и сбытчиков запрещенных веществ. Принимаются и меры профилактического характера. Полицейские напоминают гражданам о том, что за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, в том числе культивирование запрещенных растений, предусмотрено уголовное наказание, связанное с лишением свободы. Сотрудники МВД по Карачаевой Черкесской Республике призывают жителей региона проявить гражданскую активность и сообщить о ставших известными фактах распространения и употребления наркотических средств, а также культивирования наркосодержащих растений и очагах их дикого произрастания по номерам. 8 878 2 26 58 80 29 24 05 или в любое подразделение органов внутренних дел по номеру 02 с мобильного 102. Археологи Российской Академии Наук начали раскопки в окрестностях аула Псыш. В настоящее время они исследуют содержимое одного из погребальных курганов, давно известных в этой местности. Информацию комментирует археолог Центра археологических и этнографических исследований Карачаевского университета имени Умара Алиева Вера Меньшикова. Наша работа находится на начальном этапе исследований, поэтому сказать о том, какие конкретно будут находки, какая будет датировка памятника, мы сейчас не можем. Скорее всего, перед нами будет родовое кладбище, то есть здесь похоронены близкие родственники. В целом на территории Карачаева-Черкесии несколько таких могильников, ранее нами тоже были уже изучены подобные памятники. Выпускники 11 классов Карачаева-Черкесии получили результаты первых экзаменов в основном периоде ЕГЭ-2022. Напомним, первые экзамены прошли 26 мая. В этот день участники ЕГЭ написали экзамены по химии, литературе и географии. Сейчас объявлены их результаты. Так, ЕГЭ по литературе сдавали в Республике 58 выпускников. Всего 5 участников экзамена показали высокий результат от 80 баллов и выше. Средний балл по предмету среди выпускников Республики составил 48 баллов. ЕГЭ по химии 26 мая в Республике сдавали 509 человек. 37 участников показали результаты в диапазоне выше 80 баллов. Средний балл по предмету среди выпускников составил 37. Отрадно отметить, что среди участников экзамена по химии есть и 100-бальник. Географию сдавали 29 человек. К сожалению, результат выше 80 баллов ни один из участников экзамена не показал. Средний балл по предмету по Республике 41. Порядка половины жителей Республики занимаются физической культурой и спортом. Их число растет с каждым годом. Так, численность ведущих здоровый образ жизни и занимающихся тем или иным видом спорта в 2022 году составляла более 202 тысяч человек, а в прошлом году более 224 тысяч. В текущем году также намечена положительная тенденция. И уже к концу этого года ожидается увеличение количества систематически занимающихся физической культурой и спортом до 232 тысяч человек. А вот 10 лет назад количество занимающихся спортом составляло 68 тысяч. Ну и в завершении выпуска новости спорта. 23 медали в копилке сборной Карачаева-Чекеси по итогам завершившегося второго этапа 11-летней спартакиады учащихся России. Наша команда завоевала 6 золотых, 12 серебряных и 5 бронзовых медалей. Призерами стали Антон Баськов, Эдуард Горбузов, Снежана Сухина, Виталий Третьяков, Вероника Гавриленко, Милена Кульченко, Валерия Мысина, Егор Абазинцев, Ростислав Пудаков и другие. Спортсмены из Карачаева-Чекеси Дамир Гумжачев представят сборную команду России на открытой спартакиаде школьников Белоруссии по боксу среди юношей 2008-2009 годов рождения. Всего в состязаниях примут участие 126 спортсменов. Дамир выступает в весовой категории до 66 килограммов и является бронзовым призером юношеского первенства России по боксу текущего года. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптика в республике, сегодня по Карачаево-Черкесии переменная облачность, местами кратковременные дожди, гроза. В отдельных районах сильный дождь, гроза в сочетании с градами и шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду. Ветер западный 6,11 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В горах местами плюс 12-17. В Черкесии кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 6,11 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до 24 градусов выше нуля. И штормовое предупреждение. В течение суток, 16 июня, местами по республике ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градами и шквалом до 25 метров в секунду. На реках подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, а в горах сход зелий малого объема. Таковы наиболее заметные события республики. Информационный выпуск провела Рита Нерова. Субтитры создавал DimaTorzok